Добрый день, коллеги! Мы сегодня продолжаем работу нашего дискуссионного клуба Высшей школы экономики «Избера», и сегодняшняя наша дискуссия будет посвящена прорывным инновациям в ближайшие 5-10 лет. Безусловно, и в стенах Высшей школы экономики, тем более в этой аудитории с участием таких выдающихся экспертов, совершенно нет необходимости доказывать значимость и эффекты тех колоссальных технологических изменений, которые мы наблюдаем в течение последних лет. Более того, в последний год в условиях пандемии мы увидели, какой колоссальный и масштабный ответ сферы науки и технологий смогла дать на вызовы коронакризиса. Колоссальный бум цифровых технологий, формирование масштабного пула межисциплинарных технологий, который получил название «COVID-тех», это и биомедицина, фарма, цифровые технологии, коммуникации, носимые устройства, мобильная связь, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Целый пул, взрывной такой пул технологий с огромными эффектами, и, конечно, мир уже не будет прежним, безусловно. Надо отметить, что в обиходе, когда говорят о технологиях, в том числе и в экспертном сообществе, обычно их связывают с производством, с развитием различных отраслей. По-прежнему модно говорить об индустрии 4.0, хотя в последние годы в полной мере проявилась и нарастает новая технологическая волна. Она уже получила название «индустрия 5.0». Это так называемые человекоцентричные технологии. Технологии, нацеленные на усиление физических и интеллектуальных возможностей человека, его творческого потенциала, повышение качества жизни, повышение продолжительности жизни. То есть все то, что, собственно говоря, влияет на нашу жизнь самым непосредственным образом. Конечно, наряду с расширением возможностей и различными позитивными эффектами нарастают и риски. Причем риски, связанные как с усилением технологического неравенства, оно проявилось уже в полный рост. И более того, мы говорим уже в полной мере о цифровом неравенстве. Этому посвящен, кстати, целый ряд наших новых исследований за последние несколько месяцев. Но и риски связаны с безопасностью. И некоторые самые страшные фантазии уже становятся реальностью. Скажем, вот буквально на днях в журнале Cell была опубликована статья про создание в Калифорнийском институте биологических исследований, создание зародыша химеры, гибрида человека и обезьяны. Цель была вполне благородной. Это выращивание человеческих органов для трансплантации последующих. Но, да, и эту химеру уничтожили через 20 дней. Но, тем не менее, уже началась очень серьезная дискуссия на этой основе, посвященная тому, каков, собственно, юридический статус того существа, которое могло бы появиться в итоге вот этих экспериментов. Ну, собственно говоря, мы и хотели поговорить как о самих технологических трендах сегодня, так и об их эффектах позитивных и, возможно, негативных. Мы собрали сегодня очень сильную такую экспертную группу для этой дискуссии. Я хотел бы моих коллег представить. Это Ольга Турищева, ректор Сбер-Университета. Исуф Хисуани, управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions. Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения в физтехе. Мой коллега, профессор Ощан Саритас, заведующий лабораторией исследований науки и технологий Высшей школы экономики. Один из известных очень персонажей в области форсайт-исследований. Мой коллега и со-модератор Альберт Ефимов, вице-президент Сбера и директор управления исследований и инноваций. И в онлайне у нас, к сожалению, тоже наш близкий друг и давнишний коллега. Профессор Рафаэль Поппер, Principal Scientist в Technology Research Center VTT в Финляндии и Senior Lecturer в Университете Манчестера. Рафаэль, welcome. Сейчас я хотел бы предоставить слово Альберту Ефимову. Мы подготовили совместный доклад, Альберт представит его основные контуры. И по итогам этой дискуссии мы планируем этот доклад доработать и опубликовать его для более широкой аудитории. Прошу вас. Леонид Маркович, большое спасибо за предоставленную возможность выступить на этой замечательной дискуссионной площадке. Действительно, вы абсолютно правы, мы собрали прекрасную экспертную панель сегодня. Но я хочу обратить внимание всех, что, наверное, мы первые из всего дискуссионного клуба Высшей школы экономики из Бера говорим о будущем и об ожиданиях будущего. Потому что все остальные дискуссии, мне кажется, были про сегодняшнюю реальность и про актуальные проблемы современности. И только мы первый раз начинаем сейчас говорить про будущее. А мы помним формулу счастья. Это ожидание минус реальности. Поэтому нам надо быть очень-очень осторожными относительно того, что мы сейчас пообещаем нашим слушателям, которых я тоже хочу поприветствовать, в будущем через следующие 10 лет. Но прежде чем рассказывать о подготовленном совместно с Высшей школой экономики докладе, я хотел бы нашим слушателям предложить вопрос, на который нужно отвечать очень просто. Да или нет? Он очень бинарный, но, возможно, мы сумеем вас убедить и как-то изменить свою точку зрения. Итак, внимание, вопрос. Будет ли фокус на человека и его возможности ключевой движущей силой экономики будущего? Пожалуйста, голосуйте сейчас и слушайте нас внимательно, для того, чтобы мы могли оценить, как повлияет это на наши дискуссии, на результаты нашего голосования. Итак, немного о нашем докладе. Мы решили, что мы должны объединить наши экспертные усилия для того, чтобы сделать интересный доклад. И хотели бы рассказать о том, как мы себе представляем homo augmenticus, человека дополненного. Это такое сборное название всех технологий, которые сейчас собираются. Я думаю, что мы в процессе нашего обсуждения будем об этом очень много говорить, но мы принципиально веем в то, что будущие технологии – это не технологии, замещающие человека, но технологии, дополняющие человека очень-очень разносторонним образом. Но откуда они возникают, возникают естественные вопросы. Я всегда задаю себе его, откуда приходит то, что называется «next big thing». И для меня очень важен, знаете, такой образ, может быть, из прошлого века – это борьба снаряда и брони. Потому что как только появилась броня, на полях Первой мировой войны появились танки, точно так же начали развиваться артилеи для того, чтобы пробивать эту броню, точно так же начали развиваться танки и так далее, и так далее. И если вы посмотрите, то то же самое происходит практически с любым технологическим стеком. И вот этот образ я использую в взаимодействии двух очень важных вещей. С одной стороны, у нас есть глобальные тренды, два слова сейчас о них скажу. С другой стороны, у нас есть новые технологии, и между ними находится человек, и эти две больших силы, которые взаимодействуют друг с другом, оказывают на нас влияние. И то, что происходит между ними, как раз и является основанием для появления вот этой самой «next big thing». Два слова скажу о технологических трендах и технологиях, которые есть. На этой схеме, она может быть чуть-чуть сложновато для восприятия, вы видите взаимодействие, переплетение между трендами и технологиями. Я буду говорить о технологиях, но коротко о трендах. Прежде всего, это растущая, постоянно растущая необходимость продления активной жизни человека. Во-вторых, это, конечно, стабилизация населения. И мы видим уже сейчас, что население во многих странах прекращает расти и стареет. Следующее, это появление функциональной еды, появление персонализированной еды. Потом увеличение важности безопасности, повышение доверия ко всем человеческим активностям. Это сжатие технологического цикла приводит к постоянному ускорению, обновлению технологических знаний, которые у нас есть, и, соответственно, ускорению цикла обучения. И, конечно же, смещение нашей персональной и личной жизни, и, по сути дела, отмена частной жизни. О технологиях расскажу чуть-чуть подробнее отдельно. Первая технология, в которую мы веем, в то, что она будет расти, это ассистивная технология. Здесь показан, может быть, с финансовой точки зрения, не очень большой рост, но на самом деле это неизбежность. Потому что население стоит, средний возраст рабочих на фабриках в Германии составляет примерно 50-55 лет. Это означает, что нужно все время применять технологии, которые помогают им дальше активно работать. К примеру, вот вы видите, рабочие компании Норникель, российской компании, уже используют силовые экзоскелеты для того, чтобы перемещать тяжести. Вы видите китайских солдат, которые несут доставленные на Землю самплы лунного грунта, которые упали с лендера Чанхэ. И, с другой стороны, другой пример ассистивных технологий – это нейронаушники, которые помогают лучше человеку слышать то, что происходит. Ассистивные технологии – не только единственное, то, что есть сейчас, и спрывные технологии. Автономные транспортные средства дают нам возможность реализовать новые маршруты мобильности для всех типов населения, в том числе слабозащищенных, таких как поживые люди. Я не уверен, когда мы все сможем пользоваться беспилотными такси, но тут точно совершенно внедрение беспилотников начнется с закрытых территорий, с грузовых перевозок, возможно, с пассажирских перевозок по закрытым территориям. Но, безусловно, очень много сохраняется, в том числе регуляторных и этических вызовов в отношении беспилотных технологий. Нейротехнологии, о которых в том числе будет говорить еще мой коллега, растущий на текущий момент рынок, наш заокеанский партнер Илон Маск очень много об этом заявляет, но еще не факт, что то, что он предлагает, будет окончательно успешным. Но, тем не менее, мы видим активный интерес к этой сфере, имплантируются уже чипы в животных, имплантируются чипы в обезьян, есть примеры взаимодействия нейротехнологий, инвазивных нейротехнологий с человеком, и в том числе в университете Брауна, вы, наверное, знаете, есть такой проект BrainGate, который позволяет человеку с помощью имплантированных чипов манипулировать различными предметами. Носимые технологии биомониторинга, это не только те фитнес-браслеты, которые нас окружают, это может быть и татуировки, это может быть и просто капельки пота, которые выступают на поверхности тела человека, для того, чтобы анализировать наше состояние и в том числе помогать нам правильно питаться, потому что это означает, что мы сразу можем принять то количество калорий, которое необходимо. И обратите внимание, пожалуйста, на рост этого рынка практически в десятилетнем горизонте, это будет минимально десятикратный рост. Образовательные технологии. Я уже упоминал, что это глобальный тренд ускорения технологического цикла. Это означает, что нам всем необходимо учиться постоянно, непрерывно приобретать новые знания, и это неизбежность. Но каким образом этого достичь? Google считает, что он отменил высшее образование, я называю это Google ПТУ, потому что он утверждает, за несколько сотен долларов его студенты могут приобрести знания, сравнимые с университетом. Как на это отвечают университеты, например, такой, как Высшая школа экономики или Сбер-университет, как на эти вызовы, которые создаются технологическими компаниями, мы ответим. Это является большим вопросом. Биопринтинг, биопечать. Это революционные технологии. Я очень счастлив, что у нас с нами, наверное, лидирующий в МИИ эксперт по 3D биопечати, это Юсеф Хусани, который нам действительно скажет инсайт, но важнейшая технология, которая нам всем позволит жить практически вечно. Редактирование генома. Леонид Маркч уже упомянул о том, что это может быть обратная такая этическая сторона этого, но зубная фея на самом деле может прилететь, и редактирование генома может открыть нам возможность выращивания зубов. Это не шутка совершенно. Стоматологи уйдут в прошлое, а это будут таблетки, которые нам помогают восстановить то, что сейчас практически невосстановимо. Либо мы можем усиливать собственные когнитивные способности, но на самом деле сейчас есть человеческий ген, усиливает когнитивные способности мармазетки. Глобальная кибербезопасность. У нас уже, мне кажется, вчера была дискуссия по кибербезопасности, которую проводил Сбер, Высшая школа экономики. Важнейшая тема, с одной стороны, это отмена частной жизни, я о ней уже сказал, с другой стороны, все будет определяться доверием. Экономика будущего может стать экономикой доверием, в которой мы платим только тем, кому мы можем доверять. Искусственный интеллект. Мы не можем никуда без этого идти, но следующая технология искусственного интеллекта, это не просто распознавание изображений, то, что называется face recognition, биометрия, распознавание даже смысла текстов. Это общий искусственный интеллект. А где мы сейчас находимся с точки зрения парадигмы создания общего искусственного интеллекта, который на самом деле поставил еще Аллан Тьюринг 70 лет назад? Вполне возможно, мы присутствуем в самом начале нового манхэнтонского проекта. А так ли это? А является ли это манхэнтонским проектом? Потому что, может быть, мы уже закончили создание общего искусственного интеллекта, и он где-то в чьем-то гараже уже находится. А может быть, это и не так. Новая реальность — это не только дополненная реальность, это не только виртуальная реальность, это не смешанная реальность. Это новая реальность, которая помогает человеку бесшовно взаимодействовать с виртуальным и физическим миром. И это, по сути дела, будет менять нас во многом, изменяя мир, в котором мы развлекаемся, в котором мы обучаемся, в котором мы живем. Я уже упоминал, наверное, мою любимую тему – функциональное персонализированное питание. Много лет назад братья Струградские написали, мы едим, чтобы работать, а не работаем, чтобы есть. И здесь, на самом деле, это, в конце концов, может стать реальностью, потому что в Эйцмановском институте открыли ген, который может нас остановить от обжорства. Ну, это такая реальность. Те биосенсоры, о которых я упоминал, которые могут сосчитать количество каллои, могут нас остановить или, наоборот, сказать, что мы должны еще чуть-чуть добавить каллои. И мы, на самом деле, можем создавать ту еду, которая необходима именно нам. Несколько выводов, которые я хотел бы предложить вам в качестве такого, что ли, может быть, инсайта нашего доклада, который мы сейчас готовим с Высшей школы экономики. Пункт номер один – это мы должны переходить от потребления к осознанному потреблению. Но это произойдет за счет того, что мы… единственное вообще, что останется у человека, это, на самом деле, выбор. Потому что, по сути дела, очень многое из того, что мы делаем, может делать машина. Но мы сможем выбирать, и это будет очень важно. Вторая очень важная вещь, тот вывод, который мы видим из развития технологий – это переход от недоступности к доступности и адаптивности технологий. Как я сказал, новая реальность, дополненная реальность, виртуальная реальность сделают многие развлечения доступнее для массового использования. Физический мир станет большой привилегией меньшинства, потому что это роскошь. И виртуальному идее, сама идея адаптивности будет закладываться на этапе кода. А пользователь сможет влиять и менять сценарии виртуального дополненного мира, совершенно не разбираясь в технологиях программирования. Ну, прям как в известном сериале «Бандерснэтч». От физической реальности к киберфизической безопасности к более высоким потребностям, потому что мы привыкли к высокому уровню безопасности, физической безопасности. В целом вопрос решен. И теперь становится самый главный вопрос – это вопрос доверия к друг другу. В мире постправды и дипфейков вопрос доверия будет стоять наиболее актуальным способом. Поэтому, конечно же, тот, кто будет способен различать дипфейки, отличать факты от лжи, будет пользоваться, я бы сказал, эволюционным преимуществом. И последнее, то, что мы сейчас видим. Конечно же, сейчас мы очень сильно ограничены, особенно в тех исследованиях, которые мы проводим с Бирбанком, строгим ограничением. Вот есть корпоративный продуктовый неокр, вот есть фундаментальная наука, которая идет в университетах. Но вполне возможно, мы на пороге нового ренессанса, слияния прикладной и фундаментальной науки, которая нам позволит достигать как раз тех замечательных вещей, о которых говорит Илон Маск. Полеты на Марс, взаимодействие человека и машины. Потому что, может быть, мы находимся прямо на пороге новых Bell Labs, такое очень известное научное учреждение 20 века, которое нам позволит решать интересные и полезные задачи для всего человечества. И именно это даст нам возможность перехода от количества исследований в качество и в технологический прорыв. Большое спасибо. И давайте посмотрим на результаты нашего голосования. Так, будет ли фокус на человека и его возможности ключевой движущей силой экономики будущего? Да, 82%. Мне кажется, Леонид Маркович, мы, я не знаю, если это будет 99, мы скажем, что здорово. Если мы не разочаруем наших участников после наших дискуссий здесь, да? Спасибо большое. Итак, мы хотели бы сейчас перейти уже к дискуссии по отдельным вопросам, которые Альберт Руимович обозначил. И первый вопрос для обсуждения. Какие технологические тренды окажут влияние на совершенствование умственных и физических способностей человека? То есть, в чем, собственно, заключается вот эта концепция Human Enhancement? Я хотел бы пригласить Ощена для небольшой стартовой презентации, а дальше мы пригласим экспертов к реакции. Прошу. Большое спасибо за представление. Для меня огромное удовольствие присутствовать здесь сегодня вместе с вами. И сегодня я буду отталкиваться от того, что уже нам рассказал Альберт. Он дал хороший задел этому обсуждению. Из-за вашего основа, поскольку я занимаюсь изучением будущего, занимаюсь форсайтом, мы всегда считаем, что будущее является неопределённым. Например, сейчас по ходу пандемии, это было нечто совершенно неожиданное. Ещё год, полтора тому назад никто не ожидал, что такое может произойти. Но, тем не менее, пандемия произошла, и она фундаментально изменила нашу жизнь. Именно поэтому мы говорим об альтернативных сценариях. И когда мы говорим о взаимоотношениях между технологией и человеком, всегда неплохо подумать об альтернативном будущем. Поэтому я здесь разработал вот такую матрицу, где мы сравниваем улучшение человека с технологическими улучшениями. И вы видите, здесь две оси. Вертикальная ось показывает нам технологическое развитие, и мы видим, что оно может быть постепенным или радикальным. На горизонтальной оси у нас представлено улучшение человека. Здесь тоже может происходить радикальное улучшение человеческих возможностей, либо оно может происходить постепенно. И вот эта картинка показывает нам четыре альтернативных сценариев развития будущего. Все они возможны в той или иной степени, и поэтому всегда хорошо подумать о том, как они будут развиваться, эти варианты, и каковы возможны последствия. Мы видим, что мы находимся в условиях ограниченного развития на данном моменте времени. Все зависит от возможности человеческого интеллекта. Мы используем машины, используем смартфоны, используем технологии. Но, тем не менее, они нам помогают просто в нашей повседневной деятельности. Ограниченный интеллект. У нас есть ограничения в том, чтобы понимать, каким образом мы будем интерпретировать происходящее вокруг нас, какова природа того, что происходит. И вот пандемия — это один из примеров того, что мы до конца не понимаем природу, окружающую нас. И вот эта тенденция, возможно, будет сохраняться, и, возможно, что нам будет постепенно улучшать нашу жизнь. А потом, возможно, произойдет скачок на радикальное улучшение. С другой стороны, мы можем заниматься совершенством человеческого интеллекта. И здесь есть новые, по сути дела, границы, которые нам нужно исследовать с точки зрения возможностей человека. Нам необходимо, благодаря этому, развивать наше понимание природы, понимание законов природы, физических законов. И это наши когнитивные способности выведет на новые возможности. Возможности обучения, возможности использованной логики, рассуждения. И мы будем лучше понимать проблемы, происходящие с нами, и придумывать решения для этих проблем. И мы видим также, что существует тенденция, которая ведет нас к верхней части этой картинки. Здесь у нас две альтернативные картинки. С одной стороны, мы говорим о пути развития, технологического развития. Она направлена в сторону сингулярности, когда развитие интеллекта машин превышает наши возможности по контролю над машинами, а машины могут контролировать сами себя именно. В какой-то момент машины смогут самостоятельно обучаться, без участия человека. Это сингулярность, это один возможный вариант. Многие из тех, кто занимается этим, говорят, что к 2045 году мы достигнем этой эры сингулярности. Это вероятно. Но та ли это возможность, в которой мы хотим, то ли это будущее, в котором мы стремимся, когда все будет под контролем машин и искусственного интеллекта. С другой стороны, у нас есть другой вариант. Объединение человеческого интеллекта и машинного интеллекта вместе с тем, чтобы создать некий коллективный интеллект. Это позволяет нам совершенствовать человека и развивать технологии одновременно. Каким образом человеческий мозг и технология могли бы быть соединены друг с другом с тем, чтобы они коллективно могли действовать более интеллектуально, чем один конкретный человек или группа людей или один компьютер? И мне кажется, что это, может быть, самое желательное будущее из этих четырех вариантов развития ситуации. Но как туда попасть? Это главный вопрос, который перед нами стоит. Итак, есть несколько технологий. Я не буду их все подряд перечислять или подробно разбирать, потому что мы о них уже услышали сегодня. Но это технологии, которые позволяют нам совершенствовать наше тело и наш разум в когнитивной науке. Если говорить про телесные улучшения, есть и физические технологии, косметические технологии. И эти технологии, направленные на улучшение продолжительности жизни, те, которые продлевают жизнь. У нас есть книга, которую опубликовал Хозе Кордеро, где он говорит о смерти смерти. Смерти больше не будет. Говорит о технологиях долголетия. И значительные исследования ведутся в этом направлении. Плюс есть технологии, которые связаны с совершенствованием нашего когнитивного разума, когнитивных возможностей и моральной технологии, которые позволяют нам лучше себя чувствовать в лице тех прорывов в технологии, которые происходят. И мы при недостатке такого рода позитива, мы можем проиграть в борьбу с машинами. Необходимо посмотреть на следующие возможности и последствия. Для того, чтобы человек оставался в рамках системы, в рамках экосистемы, в которой мы живем, то есть там, где присутствуют технологии, искусственный интеллект, нам необходимо подумать о различных технологических элементах. Каким образом технологии могли бы объединяться друг с другом, каким образом наш мозг мог бы объединяться с технологией, каким образом наши мозги могли бы объединяться друг с другом на каком-то уровне. Есть человеческий элемент, который позволяет нам сохранить человека в центре вот этих технологических развитий. В противном случае у нас есть риск, что будет утрачен смысл жизни, смысл нашего существования на данной планете. И нам необходимо разрабатывать те технологии, которые будут человекоориентированы, которые бы одновременно продвигались вперед технологиями, их развитиями. И, конечно же, здоровье человека, возможность работать должны быть центром этой системы. Для того, чтобы достичь этого, нам необходимо обеспечить междисциплинарный подход и межкультурное взаимодействие. И, наконец, третий элемент – экосистема. Каким образом эта экосистема будет работать? Как она будет регулироваться? Какие стандарты? Какая политика потребуется? Какова будет правовая основа этой работы? Это то, что сегодня активно обсуждается. И мы думаем об этом в рамках обсуждения экосистем. Может быть, сейчас уже это поздно, потому что исследования продвигаются с фантастической скоростью. Каждый день появляются новые инициативы, которые как раз охватывают стандарты политику, социально-этические и культурные возможности, а также вопросы приватности наших когнитивных возможностей. Вот представьте себе, что будет, если будет возможность заглядывать к нам. А где наша приватность? Где конфиденциальность? Где наши личные права? И сегодня мы видим появление новых концепций, которые называются, например, нейроправа. Ну вот, в Колумбийском университете была выдана инициатива, которая так и называется, нейроправа. Это новый фронт, и это, на мой взгляд, сигнал того, что нас ждёт в будущем. И мы видим, что в университете, в Колумбийском университете, они вот эту инициативу нейроправ выдвинули, направленную на защиту прав человека и продвижение этических инноваций в области нейротехнологии и искусственного интеллекта. Интересно отметить здесь, что в Южной Америке тоже происходит интересное. Ситуация Чили стала первой страной, которая будет включать нейроправа в свою конституцию для того, чтобы не допустить злоупотребления искусственным интеллектом и нейротехнологиями. Это очень такой опережающий подход, на мой взгляд, на национальном уровне при выработке национальной политики. Мне кажется, это говорит о том, что об этом нужно думать. И, наконец, я хотел бы сказать, что организация, которая называется IEEE, она выработала стандарты в области нейротехнологий для обеспечения интерфейса между мозгом и машинами, и компьютерами, потому что в будущем, по крайней мере в желательном будущем, именно это является тем направлением магистральным, когда мозг человека и технологии будут сосуществовать. И, наконец, я хотел бы упомянуть книгу, которую я вместе с профессором Гокбергом были редакторами, а также в ней участвовал Дирк Майстер, где мы рассматриваем появляющиеся новые технологии, которые могли бы использоваться для экономического развития. Я приглашаю вас с ней ознакомиться. Большое спасибо за особенную рекламу этой книги. Сейчас я хотел бы пригласить наших А. Голосование. Да, Альберт? Ну, у нас еще есть второй вопрос, да, Леонид Баркович? Второй вопрос. Ну, давайте мы сейчас запустим голосование и ответим на первый вопрос. Итак, второй вопрос. Какие риски на горизонте 10 лет возникнут при синергии, а нет, извините, какие технологии несут в себе наибольшие риски для развития человека? Первое, сильный искусственный интеллект. Второе, нейротехнологии, редактирование генома, печать органов, кибербезопасность. Ну, выбирайте, что самый большой риск. А у меня есть вопрос один, который я хотел бы Михаилу вообще сейчас задрисовать. Можно? Да, конечно. Михаил, Даниил Каннеман недавно заметил, что это невероятно наивно думать, что человека можно поместить в этот луп, в котором находится искусственный интеллект. Ну, то есть искусственный интеллект принимает решение намного быстрее, чем человек. Прямо наивно полагать, что человек может там оказываться. Вам, вот вы выдающийся специалист в России по нейронным сетям, по искусственному интеллекту. Вам кажется, что все-таки человека можно поместить в этот human in the loop, о котором сейчас Аскан тоже говорил? Ну, я считаю, что не можно, а это так и происходит. То есть, ну, очевидно, что если я буду перемножать там шестизначные числа, то я буду делать это медленнее, чем калькулятор. Но это не значит, что калькулятор меня выбросит из этой петли. Скорее, калькулятор — это лишь мой инструмент. То же самое глупо говорить о том, что экскаватор выбросит человека из копания канавы напрямую, когда он появляется. Он только усиливает способности человека. Так что я не думаю, что здесь это произойдет. Более того, если вообще посмотреть на все эти технологии, которые мы сегодня рассматриваем как направленные на усиление возможностей человека, то искусственный интеллект из них выделяется каким образом? Вот на этом не было акцентировано внимания, но у него очень есть качественное отличие, которое заключается в том, что если другие технологии направлены индивидуально на человека, то есть они улучшают в первую очередь какие-то способности человека, какие-то его характеристики. То искусственный интеллект открывает возможность улучшения на уровне социума. И это совершенно другое качественное отличие его от всех других. То есть мы должны смотреть не только на уровень одного человека, но на уровень общества, потому что очевидно, что сегодня мы видим такую постепенную эволюцию, когда если мы говорим о том, что у каждого появится некоторый свой персональный помощник, то следующий шаг – это оптимизация, ну, то же самое LinkedIn с его алгоритмами, которые позволяют людям находить работу и эффективно встраиваться в международный рынок труда. То есть фактически это технология, которая влияет на способность людей к кооперации. Это значит, что у нас усиливается не только индивидуальный интеллект, а как бы социальный интеллект и вообще способность человечества решать какие-то более глобальные задачи. То есть это совершенно другой уровень. Как бы такая гипотеза возникновения global… Есть возникновение global brain, как бы глобального мозга человечества, где искусственный интеллект будет являться таким связующим звеном, позволяющим людям эффективнее решать проблемы. Brain to brain была как раз презентация, которая говорила, что за русском. Да, я хотел бы продолжить наш тур де табль. У нас, мне кажется, очень эффективная такая конфигурация экспертов, здесь собравшихся. Поскольку Ольга представляет сферу образования, Юсеф представляет то, что называется «живые системы», понимая это широко. А в дополнение к тому, о чем говорил Михаил, Рафаэль представляет одну из крупнейших технологических компаний Европы. И у нас получается возможность предложить нашим зрителям такой мультидисциплинарный взгляд, широкий взгляд на вот этот вопрос о технологических трендах. Ольга, пожалуйста. Я с большим удовольствием лично слушала и Альберта, и Аскана, потому что мне эта тема очень близка и лично, и мне очень хочется жить в этом светлом мире. Но я немного добавлю такую ложку дегтя, наверное, в то, о чем мы говорим. И вопрос, а может ли это будущее наступить в обозримом для нас временном горевой зонте, таком как 10 лет. И я хочу немножко поговорить про образование, потому что, ну, поскольку я здесь представляю Сберу университет, и мы много изучаем и вкладываемся в профессиональное образование и в концепцию Life Learning, я хочу сказать следующее, что на самом деле для того, чтобы все это стало возможным, должна произойти достаточно серьезная перезагрузка того, как мы людей обучаем. И этого нет на сегодняшний момент, потому что, несмотря на вот эти цифры, что рынок образовательных технологий, рынок от тех, вырастет в ближайшие несколько лет в два раза, тем не менее, все равно по уровню диджитализации, я хочу подчеркнуть, рынок образования уступает и финансовым услугам, и рознице, и многим другим секторам. И это о чем говорит? О том, что технологии, которые подготовят этого человека будущего, который сможет сделать осознанный выбор и прочее, они еще отстают значительно в отношении того, как бы уровня развития, который у нас есть в науке, в медицине и во многих других направлениях. В частности, например, когда мы говорим о когнитивном выборе, нам нужно развивать soft skills, и это нужно развивать с детства. Вспомните программу обучения в любой средней школе, если там хоть один предмет, который будет направлен на развитие когнитивных навыков. Наверное, нет. Совершенно верно. А этому нужно учить. Нужно учить не только взаимодействие с другими людьми, что такое эмоциональный интеллект, и как развивать эмпатию. Нужно учить в том числе мыслить, правильно мыслить. Поэтому мне кажется, что мы много говорим о развитии искусственного интеллекта, о развитии превентивной медицины. Но мне кажется, что то будущее наступит только в том случае, если мы начнем по-другому оценивать, как мы обучаем людей. Спасибо. Юсеф. Коллеги, большое спасибо за приглашение. Я действительно с большим удовольствием послушал предыдущие лекции, предыдущих спикеров. Я хочу сказать о том, что если мы поднимем вопрос, какие технологии могут усилить физическая активность человека, а вообще физическая активность человека как поменялась за процессы эволюции, за время эволюции. Как конкретного индивидуума данные показывают, что она достаточно серьезно снизилась. У человека за несколько тысяч лет достаточно серьезно изменился теплообмен. У человека достаточно серьезно изменился иммунитет и ответы иммунных реакций. Человек стал значительно менее выносливым. И парадокс заключается в том, что человек как биологический вид вроде бы ослаб, с одной стороны. С другой стороны, человек стал летать в космос, летать на другие планеты, покорять Эверест и так далее. Это стало возможным благодаря сожительству человека и технологии. Безусловно, человек эволюционирует благодаря технологиям. Но самый, наверное, хрестоматийный пример изменения биологического вида – это, собственно, открытие огня и изменение структуры жевательных мышц после того, как человек стал, собственно, принимать пищу, которая подвергается термической обработке. То есть технологии влияют на эволюцию биологического вида. Это, собственно, мы видим на протяжении многих лет. И парадокс, о котором я уже говорил, еще и заключается в том, что когда человечество задавало себе вопрос, а что же нас отличает от других биологических видов, вроде бы мы становимся слабее. То есть, естественно, отбор должен работать против человека. Он работает над человека. Мы говорим о том, что это происходит благодаря сознанию, благодаря возможности обучения, благодаря нашим мыслительным способностям. Но и наши мыслительные способности сегодня мы пытаемся отдавать на аутсорсинг. Развитие искусственного интеллекта, развитие компьютерных систем, в общем, говорит о том, что мы не только отдаем эксклюзивность на запоминание данных, какого человека называли умным 50 или 60 лет назад. Человека, который знает много информации. Сейчас, в общем, в этом плане умные практически все, потому что можно зайти в глобальную сеть и посмотреть интересующую тебя информацию в течение нескольких секунд или нескольких минут. Мы говорим про анализ данных. Альберт сказал, что различие дейпфейков, то есть анализ, это будет преимуществом. Безусловно, это будет преимуществом, особенно в той экономике битов, в которой мы живем сегодня. Мы видим изменение подходов и перехода от экономики атомов, от экономики производства к экономике битов и байтов, к экономике производства информации и работы с этой информацией. И как раз-таки на стыке этого перехода возникают технологии, например, те же аддитивные технологии позволяют нам из байтов, из цифровых моделей получить вполне себе физические объекты, получить атомы. И в этом плане человек и человечество, безусловно, эволюционируют. И технологии имеют к этому прямое отношение. Но в переходных экономических этапах возникают как возможные прорывы, так и изломы. Поэтому отношение к технологиям должно быть невероятно ответственным. Мы будем говорить о рисках. Вот один из вопросов у нас, какие технологии несут риски. Риски обычно несут люди, которые пользуются технологиями. И социальная ответственность – один из важнейших факторов, в том числе человеческой эволюции. Мне кажется, раз мы попали сейчас на тему рисков, то самое время, мне кажется, подключить нашего коллегу Рафаева Попера, который как раз и поговорит про риски дисрап-технологии и те проблемы, которые возникают при их социальной адаптации. И я напомню всем, что ни одна технология не побеждает только потому, что это хорошая технология. Технология всегда работает в связке с привычкой. Привычка счастью нам дана, замена счастью – она. Здравствуйте, приветствую всех на панельной дискуссии. Меня слышно? Спасибо большое за приглашение. Сегодня я расскажу о прорывных и реновациях. Я думаю, что для того, чтобы решить этот вопрос, важно учитывать ряд элементов, которые формируют будущее инновации, будь то прорывные и ревации или инновации устойчивого развития. Очень важно учитывать контекст, в котором мы работаем, как мы обеспечиваем инновации и как мы используем эти инновации для выгоды человечеству. Устойчивый рост – один из способов анализа этого. В итоге очень важен комплекс учитывать. Я хотел бы начать сначала с контекста. Я расскажу о пять прорывных инновациях, над которыми мы работаем. У нас есть специальный исследовательский центр в Финляндии. Это крупнейший исследовательский центр в стране. И потом я представлю вам более широкую картину. Мы будем фокусироваться не только на устойчивых инновациях, а, например, о том, как мы строим парники и как мы развиваем систему устойчивых инноваций, экосистему устойчивых инноваций в Финляндии. Также я расскажу о направлениях, перспективных направлениях и также о корпоративном и государственном управлении и инновациях. Очень важно понимать, что прорывные инновации требуют от стран и от организаций, будь это государственных или частных, очень много усилий тратить на НИОКР. Это вот данные ОСР. Как вы видите, что Финляндия очень много ставит на НИОКР и на инновации для того, чтобы решать глобальные и национальные вызовы, о которых я буду говорить. Средний уровень ОСР меньше, как вы видите. Дал вам данные по России, чтобы мы могли это обсудить. Также в Финляндии. Мы называем Финляндию страну исследователей. Мы видим, что очень много у нас исследователей, среднее количество исследователей на тысячу человек. Мы изучаем и разрабатываем различные методы и системы. Это, конечно, дает такую широкую картину того, о чем мы здесь говорим. Вот пропорция исследователей на тысячу человек населения, но это просто как бы статус того, что происходит. Также нужно понять, что ВТТ, наша исследовательская лаборатория, ей владеет Министерство экономического развития. Мы были учреждены в 1942 году. У нас оборот примерно на 244 миллиона евро в год. И у нас более 2000 сотрудников, которые работают в различных областях. И также мы способствуем созданию перспективного будущего за счет инноваций и в науке. И в следующих слайдах я поговорю об инновациях. И количество клиентов растет. Общество получает все больше плюсов от наших исследователей. Для тех, кто с нами не знаком, хочу сказать, что мы фокусируемся на НИОКР, на фундаментальные исследования. Мы работаем активно с университетами и также с представителями различных отраслей. Какие пять прорывных инноваций, о которых я хочу сегодня поговорить? В прошлом году была выпущена работа, где подчеркивались как раз вот эти вот прорывные инновации. Первая инновация – это производство продуктов питания и биотехнологии. Там есть очень много прорывных технологий с точки зрения использования земель, сельскохозяйственных угодий и так далее. Здесь вы видите на картинке, такая корова и цыпленок не могут найти свое место на рынке работы. То есть будут использоваться микробы для того, чтобы производить основные ингредиенты еды. Например, белок яйца без куриц или молочный белок без коров. Это серьезно изменит сельскохозяйственный сектор. Будет в будущем производиться еда не на сельскохозяйственных входах, а в фабриках производства клеток. Например, белок яйца, который будет так производиться, будет на 74% меньше выбрасывать газа в окружающую среду. И на 90% будет меньше земли использоваться, чем при обычном методе. Это, конечно, позволит сократить сельскохозяйственные угодья, их площади и сделать это более экологично. Появятся новые бизнесы. И это уже одна будет революция, но дальше будут революции, которые будут еще более масштабные. Вторая область, на которую мы много ставим, VTT, это квантовые технологии. Квантовые технологии могут привести к существенным изменениям. И следующий шаг в компьютерном вычислении – это квантовые вычисления. Это одно из самых перспективных направлений в следующие будет несколько десятилетий. Такая вычислительная мощность может обеспечить очень быстрое развитие во многих секторах, в особенности в области здравоохранения и медицины. Можно будет моделировать сложные молекулы, например, протеин, белки, или можно будет моделировать формулы для медицинских препаратов. Раньше это было очень сложно. Если сейчас это очень сложно сделать, то при помощи квантового вычисления будет упрощено. Медицинский сектор, ИКТ и другие сектора будут… Там будет революция благодаря квантовым вычислениям. Небольшие ядерные реакторы, еще одна индустрия, еще одна прорывная технология, которая позволит фактически устранить выбросы углекислого газа в индустриях. Они не будут производить никаких выбросов парниковых газов. Они могут подключаться прямо сразу к заводу, небольшой реактор, и это будет стоить дешево. Выбросов будет очень мало. Экономия будет сырья. Мы также видим, что эти большие реакторы можно будет производиться нам массово. И ядерная энергия будет использоваться повсеместно. Более того, мы видим будущее, где небольшие эти реакторы смогут производить водород. И благодаря ядерной реакции будет еще отопление производиться. Это существенная инновация, которая позволит запитывать промышленные предприятия, при этом снижать выбросы. Обработка химического пластика. Здесь также будет революция, которая позволит решить, надеюсь, одну из самых тяжелых проблем в области защиты окружающей среды. Сейчас каждый год у нас примерно 300 миллионов тонн пластика производится глобально, и только 10% этого пластика перерабатывается. Очень много есть серьезных задач, которые здесь нужно решить. Переработка пластика сейчас происходит механическим путем. Это основная причина. И перерабатываемый пластик используется для производства нового пластика, но не весь пластик можно перерабатывать. Именно поэтому только 10% пластика перерабатывается. Кемическая переработка пластика позволит использовать, благодаря даже уже существующим технологиям, пластик по-новому. И можно будет увеличить количество перерабатываемого пластика, и это при этом еще снизит выбросы углекислого газа и других парниковых газов. Также мы фокусируемся на оптимизации использования материалов, которые обеспечат устойчивое потребление таких ресурсов. Это можно использовать во многих индустриях, и это позволит подпитывать развитие зеленой экономики. Мы, как правило, берем материалы для производства, берем и просто используем, но это не оптимизировано в будущем. Мы будем это оптимизировать и делать это так, чтобы материалы показывали те характеристики, которые мы хотим. И благодаря различным процессам, цифровым процессам, мы можем понять, какой жизненный цикл у продуктов и материалов. И здесь нужно активно использовать искусственный интеллект для того, чтобы оптимизировать использование материалов. К 2030 году мы считаем, что материалы будут автономно создаваться благодаря процессам на основе искусственного интеллекта. Но там очень многие другие области инноваций, на которых работает VTT. Все это, кстати, онлайн доступно. На основе этих революций есть другие инновации в области устойчивого развития, например, вот эти вот маяки. Такие, пять групп таких инноваций. Первая – это меры в области климата. Вторая – это достаточность ресурсов. Нужно сделать так, чтобы у нас было достаточное количество ресурсов благодаря грамотному использованию. Третья – хорошая жизнь, улучшение качества жизни и работы. Второе – безопасность и техника безопасности, обеспечение надежности в турбулентном мире и возобновление, точнее, обновление промышленной среды. И по каждой этой направлении у нас есть пути и направление развития. У нас есть отчет. Ссылку на отчет я предоставлю в конце презентации. Транспорт, выбрасывающий минимальное количество углекислого газа и коммуникации, грамотно использованные энергии и другие направления тоже важны. Возобновляемость материала, устойчивое использование невозобновляемых материалов, переиспользование, экономика с переиспользованием углекислого газа и индустрии 4.0. Что касается качественной жизни, это революционная работа, это фокусировка на гражданин и умная среда безопасности, техника безопасности, это критически важные материалы, которые обеспечиваются стабильно, кибербезопасность, ну и, наконец, новое производство, дизайн для будущего, новая жизнь производственных мощностей и так далее. И сейчас мы активно работаем с различными действующими лицами, с различными лицами в миру для того, чтобы создавать вот это вот и поддерживать экосистемы инновации. Я говорил о перспективных направлениях работы, например, в области климата мы обеспечиваем аналитику в области энергетика. То есть есть различные направления, и мы активно работаем с индустриями, с научно-исследовательскими институтами и с правительствами для того, чтобы обеспечить инновации в этих направлениях и областях. И в завершение я бы хотел сказать о некоторых идеях о том, как эти инновационные идеи, эти области устойчивого развития, как они смогут обеспечить более эффективное управление, корпуправления, госуправления, в том числе оценка и управление таким трансформациям требуют использования многих систем. Многосистемность означает, что нужно не только на прибыль фокусироваться, тут также нужно, чтобы системы были экологичными, экономическими и социально значимыми. И по этим направлениям мы работаем. Но есть еще две области, которые нужны для поддержки инноваций. Первое – это система работы правительства. Нужно, чтобы было политическое участие, необходимое финансирование со стороны правительства. И также аналитика со стороны правительства должна обеспечиваться, то есть должны разрабатываться необходимые политики в области отдельных индустрий, для того, чтобы поддерживать такие инновации. И, наконец, система инфраструктуры. Это система коммуникации, энергоснабжения, транспорта, логологические и так далее. Своевременное инвестирование нужно, а также необходимые политики, которые поможут нам управлять этими многосистемными трансформациями. Это важно не только для того, чтобы эти прорывные инновации были успешными, но также для обеспечения устойчивого развития. Также госуправление и управление устойчивой инновацией рассматривается в книге, где я был одним из авторов. И там мы обсудили различные темы, в том числе с ВШЭ. Это такая небольшая реклама на нашей новой книге, которую мы выпустили с коллегами из Италии, Германии и многими другими странами. Там мы фокусировались на системе госуправления для обеспечения инноваций. Мы используем это все для того, чтобы формировать будущее. Это три основных вещи. Первое – это оценка. Нужно анализировать различные драйверы, но и барьеры тоже. Но когда вы оцениваете возможности для будущего и для того, чтобы понять, какие могут быть проблемы, которые мы не хотим, чтобы были, нам нужно управлять правила. Это третий столб. Как нам нужно это все управлять, для того, чтобы будущее было таким, каким мы хотим, чтобы оно было. И для этого нам нужны технологии, это нужны протоколы, передовые технологии, методы и инструменты. Ну и последняя идея – это скорее предостережение. И уроки, которые мы выучили, когда проходили нашу дорожную карту, это то, что управление инновациями – это не прямая дорога. Очень много вот есть аспектов, которые нужно учитывать. Это очень важно. Первое – это контекст. Нужно понимать динамику и текущий статус. Нужно понимать будущее, предугадывать будущее на основе, использовать рекомендации. Нужно анализировать ресурсы, мобилизировать различные стороны. Это ключевые аспекты контекста. Потом идут люди. Часто люди забывают о людях. Люди забывают о том, что нужно, чтобы у людей не успеялись необходимые компетенции и навыки, для того, чтобы все это изменить, для того, чтобы будущее было тем, которым мы хотим. И также отношения очень нужны. Отношения должны быть «Да, мы можем», для того, чтобы чего-то добиться. Ну и еще два важных направления. Это процесс для того, чтобы принимать вот эти вот решения, ну и влияние. как обеспечить трансформацию, как обеспечить устойчивость таких инноваций. Благодарю за внимание. Если вы хотите перечислять о маяках VTT, VTT Lighthouses, то доклад доступен в интернете. Там есть подробная информация об этом. Большое спасибо. По вопросу, какие технологии несут в себе наибольшие риски для развития человека, мы поняли, что на самом деле кто-то что-то знал. Потому что редактирование генома, это подавляющее большинство отметило как риск, 63%. И судя по презентации, которую мы только что сейчас слышали, они абсолютно правы. Мне очень интересно, что искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект имеет такой же рейтинг опасности для человека, как кибербезопасность. И в целом совершенно очевидно, что это две стороны одной и той же металли. И Юсеф, мне кажется, нам бояться нечего в отношении 3D-принтинга. Этого вообще никто не боится. Вы хотите это прокомментировать? Я хочу прокомментировать, как технологии могут еще влиять друг на друга. И какие технологии могут иметь риски для других технологий. Вы показывали в своей презентации, например, беспилотные автомобили, технологии беспилотных автомобилей. И вот, собственно, как вы думаете, технология беспилотных автомобилей, она как-то влияет на технологию биопринтинга? Она приведет к ее развитию? Или наоборот, никак не влияет на биопринтинг? Или, собственно, эти вещи связаны, но с негативной обратной связью? Это вопрос ко мне? Да. Я очень легко на него отвечу. На самом деле, технологий, конечно, автономных автомобилей не существует, потому что автономный автомобиль это продукт. Внутри него находится много технологий, включая компьютерное зрение, и которое абсолютно точно влияет на 3D-печать, потому что компьютерное зрение для точности 3D-печати будет необходимо. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я имел в виду именно биопечать, печать клетками для трансплантации на печатных конструктах, и скажу, как они влияют на самом деле друг на друга, потому что одна из основных целей и задач беспилотных автомобилей это снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях. Если мы посмотрим, в каких странах на сегодняшний день производится большинство трансплантации органов на тысячу человек населения, мы видим, что это такие страны, как Хорватия, Испания, южные европейские страны. Почему? Потому что там наибольшее количество мотоциклистов, на душу населения, как бы цинично это ни звучало, молодых людей, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях. Собственно, при снижении количества смертей пострадавших в ДТБ, мы получим еще больше увеличения, больше гэп в необходимости трансплантации органов. И это, собственно, повлияет на развитие технологий альтернативных трансплантаций, например, таких технологий, как биопринтинг. Люди, которые нас сейчас смотрят и слушают, у них опасения вызывают редактирование генома. Надо сказать, что редактирование генома и биопринтинг это технология, которая тоже, судя по всему, в ближайшем будущем поженится. Почему? Потому что одним из лимитирующих факторов биопечати является наличие докладноклеточного материала. То есть мы прекрасно понимаем, что если мы используем клетки другого человека или другого вида, то они будут вызывать реакцию отражения. И как раз-таки сейчас есть ряд работ, направленных на получение клеток вот без этих комплексов иммуногистосовместимости, чтобы организм не мог их распознавать как чужеродные. Соответственно, получим сырье для биопечати. Поэтому, с одной стороны, технологии, которые имеют свое собственное развитие, которые влияют на соседние технологии, и вот эти связи, они не всегда видны и не всегда явны. Так же, как, например, биопринтинг считался исключительной медицинской технологией еще лет 5-6 назад. Сегодня биопринтинг используется в том числе и в производстве пищевых продуктов, в том числе и персонализированных. И здесь на стыке технологий возникают не только риски, естественно, возможности, и как раз-таки интересно смотреть влияние технологий друг на друга, на их комплементарность. Спасибо. Асчан, а вы что думаете? What do you think about complementary technologies which are intersecting with each other and the universe and the universe that create новые риски, новые возникающие риски, которые, может быть, мы еще не предвидим на сегодня? Мне кажется, что это очень важный вопрос. Я представил одну концепцию, которая называется экосистема, и мы должны смотреть на эти технологии с точки зрения экосистем. во многих областях, которые можно изучать, обсуждения технологий обсуждаются по отдельности. Например, обсуждается отдельная технология блокчейн, технология умных энергосистем, беспилотные автомобили. Но мы должны быть уверены в том, чтобы все эти технологии рассматривались воедино, как экосистема, и они являются частью нашей жизни. И нам необходимо составить, если угодно, сценарий того, каким образом наша жизнь будет выглядеть в условиях существования или сосуществования этих технологий. Например, если у нас будет искусственный интеллект при принятии решений, будет использоваться машинная система, будет использоваться система блокчейн, мы будем работать в условиях промышленности 4.0, будет автоматизация, будет робототехника, вот что произойдет, если все эти технологии появятся воедино, сразу. Это интересное рассуждение, но это пугающее рассуждение. На самом деле, если мы посмотрим на развитие технологий, то мы видим, что технологии развиваются более-менее с одним и тем же темпом, с одной и той же скоростью. Если они будут продолжать развиваться, то в следующие 10 лет мы увидим немножко другую ситуацию, чем то, что происходит сегодня, даже очень отлично от того, что мы видим сегодня. И нужно помнить, что нужно думать не о рисках отдельных технологий, а о тех рисках, возможностях и угрозах, которые будут возникать в результате взаимодействия этих технологий в будущем. Потому что если мы не будем разрабатывать экосистему, то тогда у нас будут, по сути дела, различного рода катастрофы и сбои в работе систем. Когда Антон Павлович Чехова спросили, кто победит в очередной русско-турецкой войне, он ответил, ну вообще те, кто лучше питается, лучше образован. Вот, может быть, вопрос образования, мне кажется, на самом деле здесь является критическим, потому что мы все время как-то говорим о том, что технологии, вот сейчас Оз Чан сказал, что технологии должны дополнять друг друга, но получается, что единственное, что нам может помочь их дополнять и на самом деле поднять нас над рисками, это образование. Ольга, нам действительно образование может это сделать или это просто одна из технологий, которая находится в айду других технологий? Что вы думаете? Я хочу ответить на этот вопрос, но прежде сказать, ну как бы свое некое высказать мнение в отношении тех рисков, которые несут нам технологии, потому что ну я очень позитивно, ну вся моя жизнь она связана с технологиями, потому что у меня там за плечами и телеком, и интернет, и венчурные фонды, поэтому я к технологиям отношусь исключительно позитивно и считаю, что они нашу жизнь делают только лучше, но есть риски, которые связаны с нашей адаптивностью и адаптивностью общества и адаптивностью восприятия технологий, потому что те же вопросы этики, использования искусственного интеллекта и прочее, они требуют решения, а человек просто не готов к тому, чтобы принимать какие-то ну такие жесткие, наверное, решения, каким образом регулировать использование тех или иных технологий, включая и биопринтинг, и искусственный интеллект, использование автономных автомобилей и так далее. И вот в этом контексте, мне кажется, что образование, вот если смотреть как бы в корень, то есть в чем миссия, миссия просветительства. И вот мне кажется, что вот этот вот угол, то есть мы должны заниматься просветительством, то есть начиная со школ, заканчивая вузами, заканчивая... Нам нужно новое просвещение. Нам нужно новое просвещение, хотя, ну, к сожалению, там в слове просвещения есть много разных таких коннотаций каких-то стереотипов. Это не издательство. Да, это не издательство, совершенно верно. Да, то есть нам нужно учить людей адаптивности и выстраивать системы, которые адаптивны, которые могут развиваться, и вот этот весь тот объем и поток информационный, который к нам приходит, то есть могут переваривать. И вот в этом, мне кажется, что и должна быть основная перезагрузка роли институтов, роли и профессионального обучения. Ну, это как бы моя такая позиция. Но мы сходимся над тем, что на самом деле вот ЭТех, образовательные технологии, они как бы над схваткой вот этих всех остальных технологий, да? Я бы сказала, что это энейблер, да, потому что если мы посмотрим, например, на рынок ЭТеха, ну, во-первых, как бы вот здесь я хочу сказать, наверное, такую крамольную мысль, спасибо ковиду, потому что до 2020 года рынок ЭТеха был весьма непровлекательным для венчурных капиталистов, и он был меньше там 200 миллиардов, и почему? Потому что, ну, огромная косность системы, неготовность принимать эти технологии, долгий возврат на вложенный капитал, то есть все это приводило к тому, что лишь там некоторые фонды венчурные инвестировали в ЭТех. 2020 год ситуацию в корне изменил, да, и только за этот год там появились новые юникорны. И почему он изменил? Потому что все стали смотреть на ЭТех, в том числе, как на энейблер. И мне кажется, что вот эта вот история, то есть ЭТех, это то есть технологии в образовании, это энейблер, да, потому что если мы говорим о персонифицированном образовании, например, да, об этом говорят много, это всегда звучит очень как бы красиво, так же как персонифицированная еда, но по сути пока никто не придумал способ, как сделать персонифицированное образование доступным, экономически эффективным и масштабируемым. поэтому вот в данном случае мне кажется, что ЭТех и технологии могут помочь сделать, потому что с использованием того же AI инструментария можно преподавать или освободить от рутины и дать им время на то, чтобы они больше думали о том, что нужно каждому из обучающихся дать дополнительно, ну и вообще в принципе реализация как такового такой персонал трек, она возможна только при использовании технологических решений. Наконец-то прозвучали некоторые для меня ключевые слова. Это институты и экономика, хотя надо сказать справедливости ради ЮСЭП был первым, кто упомянул экономические условия, да, и, наверное, мы должны быть реалистами, понимая, что, ну собственно, то технологическое будущее, о котором мы здесь говорим, оно не безальтернативно и оно совершенно не, я бы сказал так, не неизбежно. И те сценарии, о которых говорил Ощин, собственно говоря, могут по-разному развиваться, мы можем приходить совершенно разным вариантом, поэтому вопрос возникает тот, которым завершил, собственно, Рафаэль свое выступление по поводу менеджмент и говернанс, и я хотел бы как раз задать вопрос Михаилу, поскольку Михаил представляет такую глубокую науку, вопрос заключает в следующем, какие инструменты, вот как вы видите, какие инструменты есть в распоряжении государства, в распоряжении бизнеса, для того, чтобы те технологии, о которых мы сейчас говорим, все-таки стали реальностью, причем реальностью позитивной для человека. Я как бы небольшой спец с точки зрения того, как, наверное, научные политики, как правильно развивать и поддерживать науку. У меня есть несколько общих соображений, которые связаны с тем, как мы можем сделать развитие технологий более устойчивым и быстрым. Это связано в первую очередь с тем, что если мы рассматриваем технологии как экосистему, то в экосистеме есть несколько параметров, которые определяют ее устойчивость. В первую очередь это разнообразие этой экосистемы, то есть, когда у нас чем больше игроков, которые взаимосвязаны друг с другом, тем она более устойчива. И в этом плане усилия государства, усилия бизнеса должны быть направлены на максимальную диверсификацию этой экосистемы. С другой стороны, это те ресурсы, которые в экосистеме доступны. И здесь очевидно, что если у нас вдруг возникают какие-то положительные обратные связи, когда у нас какой-то один вид возникший начинает уничтожать ресурсы других, то это отрицательный эффект. То есть, мне кажется, что хорошим способом борьбы с рисками является вот такая регуляция быстрорастущих технологий или быстрорастущих каких-то эффектов, которые много ресурсов могут сожрать и отнять у других. Это таким же образом позволяет им поддерживать других игроков технологических этой экосистемы. И третий важный фактор, который связан скорее также с взаимозависимостью игроков экосистемы, и он очень отчетливо проявляется именно в искусственном интеллекте, это открытость этой технологии. Потому что, когда технология, как сегодня в области искусственного интеллекта строится на основе, например, открытого кода, когда у нас есть большие игроки, которые делают доступным свои разработки и компаниям, и отдельным людям, то очевидно, что это порождает взаимозависимость между игроками на рынке. И таким образом вся в целом система становится, улучшает ее устойчивость и связность, на мой взгляд, и ускоряет развитие. То есть, за счет того, что кто-то сделал что-то уже заранее, не надо всем изобретать велосипед, не нужно это повторять. И вот такой быстрый обмен знаниями, он позволяет максимально быстро развиваться экосистеме в целом. Но при этом мы понимаем, что рыночная конкуренция существует и она обостряется, особенно на фоне динамики технологий. И существует очень тонкая граница между открытостью, скажем, фундаментальных или поисковых исследований на ранних стадиях и возникновением технологий с последующими их коммерческими перспективами. Ну да, здесь кажется, что компании, они играют на том, что они делают часть технологий открытой для того, чтобы захватывать рынки. Для того, чтобы навязывать свои стандарты. Но с точки зрения потребителей это более-менее хорошо, потому что у нас есть несколько компаний, которые борются с друг другом. И технология в базовом виде, она доступна всем, а уже какой-то оптимум, который позволяет удерживать долю рынка, он закрыт. И, ну, в принципе, это благоприятные условия, на мой взгляд, в целом, с точки зрения экосистемы. На самом деле, конечно, это серьезный челлендж для научной политики нового поколения. И я думаю, что пока эти вопросы совершенно не разрешены. И вот, кстати говоря, мы говорили тут об эффектах пандемии и коронакризиса, ею порожденного. Вот сейчас, буквально там, месяц назад началась очень интересная дискуссия на международной площадке Организации экономического Сотрудничества и Развития о переходе к новой модели глобальной научно-технической политики. То, что называется такая Anticipatory and Resilient Science and Technology Policies. То есть, это действительно какой-то новый концепт совершенно, но его, я бы сказал, рамки и его наполнение еще пока не ясны. И мне кажется, что то, в какой мере те или иные страны сумеют освоить эту новую модель и перейти к новому поколению инструментария регулирования и поддержки сферы науки и технологий во многом будет зависеть вот это светлое технологическое будущее, как оно реально реализуется в разных локациях. Ну что, Альберт, я думаю, мы можем повторить стартовое голосование, посмотреть, что-то изменилось. Я хотел вот какую вещь еще, наверное, добавить к нашей дискуссии. Мы, опять же, возвращаясь к тому, что я начал, мы поговорили про будущее, но есть три типа будущего, это очень важно. Есть будущее вероятное, о котором мы сегодня поговорили, есть будущее возможное, о котором, возможно, мы не так много поговорили, и есть будущее предпочтительное. Вот мы, на самом деле, сегодня говорили о предпочтительном будущем. Мы хотим этого будущего, мы хотим действительно в нем находиться через 5-10 лет, и поэтому, внимание, вопрос, будет ли фокус на человека и его возможности, ключевой движущей силой экономики будущего. Да или нет? Давайте посмотрим, изменилась ли сейчас наша дискуссия. Ну, голосуйте. Пока у нас есть возможность еще, может быть, высказаться на тему рисков. Да, результаты голосования через 5-7 минут. Леонид Маркович. Рафаэль, хотели бы Вы что-то добавить к обсуждению, которое у нас состоялось сейчас по поводу публичной политики и корпоративной стратегии? Рафаэль, Вы меня слышите? Да, да, слышу Вас. Да, теперь слышу. Ваше мнение по поводу инструментария, который может использоваться для управления, который компании могли бы использовать в реализации этого технологического будущего. Да, мне кажется, что важным элементом того, о чем было упомянуто, наши уважаемые выступающие, это прежде всего форсайт, как один из таких инструментов. Это умный форсайт, прежде всего. Мы сейчас говорим про необходимость оценки ситуации, что является нашими самыми главными целями и задачами, задачами отрасли страны. Как только мы определили масштабы, нам необходимо мобилизовать экспертизу необходимых игроков, стейкхолдеров, тех, кто вырабатывает политику, тех, кто формулирует политику, а проводит оценку, нам необходимо мобилизовать ключевых игроков государственных, бизнес-игроков для того, чтобы мы могли создать партнерство и исследовательское сообщество мобилизовать. Далее мы говорим про искусство форсайта. Мы должны предугадывать возможные сценарии развития будущего и рекомендовать какие-то изменения, которые бы способствовали такого трансформации в устойчивом виде. И это должно, конечно же, очень серьезно влиять на принятие решений с точки зрения устойчивого развития и управления, о котором я говорил в ходе своего выступления. Форсайт и устойчивое развитие должны быть в центре такого инструментария. И понимание угроз и вызовов, которые перед нами стоят, это очень важно. и здесь требуется системная взаимосвязь, должна быть частью работы, которую мы проводим. Мы говорили о важности рассмотрения инноваций с точки зрения экосистем, технологий с точки зрения экосистем. И сами экосистемы – это не просто какие-то исследования на национальном и даже региональном уровне. Это нечто, что должно быть следствием или результатом международной работы и сотрудничества. И в контексте такого рода взаимодействия нам необходимо понимать, каковы те угрозы и вызовы, с которыми нам придется сталкиваться. Некоторые из вас уже упомянули, упоминали те вызовы и угрозы, которые сегодня существуют. И это, прежде всего, скажем так, повышенный уровень доверия к машинам и технологиям. И люди все больше полагаются на них, в том числе на искусственный интеллект, на нейросети. И когда мы говорим про какие-то рутинные задачи, например, учет и подсчет чего-то, здесь у нас возможен компромисс. Такого рода задачи могут выполняться искусственным интеллектом, у нас могут быть решения, которые будут продвигаться искусственным интеллектом. И это не будет влиять на цельность общества, чтобы человека не исключали из каких-то важных процессов. Если, например, мы говорим про финансовый сектор и каким образом в этой ситуации будут себя чувствовать семьи. И социальный аспект необходимо учитывать. Важно, чтобы алгоритмы это учитывали в своих оценках. И, кроме того, нам необходимо обеспечивать ситуацию, когда бы мы избегали социальной эксклюзии. То есть, наоборот, чтобы общество было более инклюзивным. И даже если мы готовы доверять нашим компьютерным системам и решениям, которые они принимают, эти алгоритмы, прежде всего, алгоритмы, которые должны разрабатываться человеком, поэтому этические ценности должны быть важной частью тех приоритетов, которые мы для себя ставим при выработке повестки дня. И мы должны обязательно смотреть на ценности и на этику тех систем, которые мы создаем в будущем. Я, со своей стороны, хочу сказать вот что. С одной стороны, результаты голосования, очевидно, не изменились. О чем это говорит? Мы неисправимые оптимисты. Мы верим в то, что фокусом развития технологий будет человек. И то, что мы делаем в отношении технологий, искусственный интеллект, 3D-печать органов человека, это все будет часть в экономике будущего. Образование. Мы неисправимо в это верим. Значит, вот ничто не может поколебать ни в ту, ни в другую сторону. Но из того, что сейчас обсуждалось, две вещи хотел я отметить для себя. Первая вещь, это, конечно, роль, вот то, что Оз Чан сказал, это brain to brain. На самом деле мы создаем сообщество умов, о котором, наверное, еще говорил Марвин Минский, я не знаю, почти полстолетия назад. Но, тем не менее, вот это сообщество умов, которое мы объединяем с помощью технологий, оно может как раз и дать всплеск вот этому новому просвещению, о котором, мне кажется, мы хотели сказать с Ольгой. А вторая вещь, которая прям вообще очень много употреблялась, экосистема. Сбер тоже строит экосистему, все строят экосистему. Но, возможно, метафора экосистемы является очень важной, потому что она дает нам другое понимание технологий. Экосистема технологий взаимоувязана с этикой. И этика является равноправным партнером тех, кто создает тех технологий, тех, кто их использует. И мы в какой-то момент должны понять, что этика и технологии должны идти рука об руку, а не этические принципы вдруг неожиданно начинают следовать развитию технологии, а потом мы начинаем осуждать технологию за то, что она не соответствует этическим принципам в какой-то свой момент. Этичность by design, а не этичность как следствие того, что мы написали некие принципы, которые нам помогают рассматривать эти технологии под этичным углом. Вот две вещи, наверное, которые я хотел бы отметить. Ну, поскольку я очень много работаю с цифрами, это моя специальность в каком-то смысле слова, то я не могу не сказать, возвращаясь к результатам голосования, о тех 14%, которые проголосовали против точки зрения о том, что технологии будут сфокусированы на человеке. Это означает, что, хотя, конечно, прекрасно понимаем, что это очень продвинутая аудитория, которая смотрела нашу дискуссию и была вовлечена в голосование, но даже в этой аудитории седьмая часть проголосовала против. И вот этот некий пессимизм в отношении человекоцентричности технологий будущего, мне кажется, нельзя тоже сбрасывать со счетов. И возвращаясь к теме экономики институтов, которая лично мне очень близка и которая здесь упоминалась, безусловно, мы не должны забывать, что именно вот эти факторы во многом, они просто определяют технологическое будущее в полной мере. И то, в какой мере те или иные страны, правительство этих стран, бизнесы и прочее смогут выбрать правильные стратегии и раздвинуть вот ту рамку экономических барьеров, институциональных ограничений, которые существуют в сфере науки и технологий, а на самом деле за этими рамками стоят другие рамки, более сложные, более радикальные. Ну, скажем, инвестиционные ограничения, предпринимательский климат, макроэкономические условия и прочее. Вот это будет, собственно говоря, и будет определять то, в каком технологическом будущем мы окажемся даже не только через 10 лет, но уже завтра. И вот тот слайд, который показывал Рафаэль, что «Row to the future will not be that straight as we desire», он в этом смысле мне кажется очень важным и принципиальным, и, собственно, на этом мы могли бы завершить нашу дискуссию. Я надеюсь, что она была интересна и для наших экспертов, и для наших зрителей. И я уверен, что мы продолжим и кооперацию со Сбером в той аналитике, которую мы затеяли в рамках доклада, о котором говорил Альберт, и более широко, может быть, подумаем даже о серии таких дискуссий о технологическом будущем, но все-таки приземляя его и на реальность, то есть на почву институтов и экономики. Спасибо. Я полностью согласен с Леонидом Акченом. Хочу еще добавить, что на самом деле все наше настоящее, будущее и отчасти прошлое состоит из такого рода дискуссий, которые мы сейчас провели. И, уважаемые 14%, если вы боитесь будущего, то искусственный интеллект не будет агрессивным, такой же, по крайней мере, как кибербезопасность. Если вдруг вы катаетесь на мотоцикле, все в порядке будет, потому что Юсеф вам напечатает новые органы, а образование всех спасет, потому что даст нам новое просвещение. Ну и, конечно, в Высшей школе экономики мы можем получить дополнительное образование и такие же интересные дискуссии, как сегодня. Безусловно. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok